Почти 127 тысяч депозитов для многодетных открыто по программе «Семейный капитал». В 2023-м сумма выплат почти 30 тысяч рублей. Большинство сообщили о намерении использовать средства досрочно. Такая возможность появилась с января прошлого года. Чаще всего деньги забирают на улучшение жилищных условий, на бедуслуги и образование. В республике с 19 по 25 июня стартует неделя молодежи и студенчества. Для юношей и девушек во всех регионах страны пройдут более полутора тысяч конкурсов, экскурсий, флешмобов и патриотических акций. На площади государственного флага в Минске состоится церемония открытия третьего трудового семестра с участием более 800 человек. В Могилевской области ГАИ усилит контроль за перевозкой пассажиров в маршрутках и такси. Особое внимание уделят нарушению скоростного режима, вождению в состоянии алкогольного опьянения и наличию всех необходимых документов. Рейды проведут при помощи гражданских автомобилей и средств фото- и видеофиксации. В Могилевской области число заболевших лаймборелиозом увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Зафиксировано 44 эпизода. Эпидемиологическое расследование показало, 99% таких пациентов своевременно не обратились за медицинской помощью и не получали лечение после укуса клеща. В Беларуси на вторник объявлен красный уровень. Ветер северо-восточный, порывами до 14 метров в секунду. По югу страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17-23. В Могилевской, Минской и Витебской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в природных экосистемах. МЧС призывает к предельной осторожности.